Здравый смысл Это много или мало? Поэтому на эту цифру нам и снизили весной, осенью, вернее, норму призыва Но вот сейчас, учитывая, что есть пандемия коронавируса и вот эти обстоятельства, Перворэск выполнит эту норму, как вы считаете? Ну, здесь определяющим фактором, я думаю, не является сейчас уже, как бы, ковид, потому что все меры принимаются по предотвращению заражения призывников, как на призывном пункте, так и на областном сбонном пункте Здесь основные факторы, которые влияют на выполнение нормы призыва, это все-таки, как бы, количественный, качественный состав призывников, которые находятся у нас на территории городского округа Понимаете? То есть, грубо говоря, это... Это состояние здоровья, например Состояние здоровья, да Ну, вот какое оно на сегодняшний день? Какой процент из тех ребят, которые вы обследуете, годны к службе в армии, а какой нет? Ну, по результатам весеннего призыва у нас 70% от числа призывников, которые вызывались на мероприятия призыва, признаны годными к военной службе Эта цифра у нас получилась на 2,5% больше, чем в предыдущем призыве весной, то есть год назад еще Вот, 70% Вы сказали о том, что меры профилактики COVID-19 все необходимые предприняты Какие это меры профилактики? Как изменилась вот сама работа военкоматов, работа сборных пунктов? Расскажите, пожалуйста Ну, от весеннего призыва, в принципе, ничего не изменилось кардинально, то есть мы весной уже провели репетицию, да Работая в этих условиях, значит Ну, первое, что по прибытию военкомата, значит, призывников проводится термометрический контроль Вот, измерение температуры, запись в журнале, если у призывников повышена температура, они возвращаются домой Второе, это масочный режим, у кого нет масок, выдаются маски, перчатки, дезинфицирующие коврики Проветрение помещений, согласно графика, кварцы и лампы тоже, согласно графика Естественно, стараемся вызывать людей поменьше, чтобы не было скучности Далее, при отправке на областной сборный пункт призывникам всем, которые призваны и направляются служить вооруженные силы Будут производиться экспресс-тесты на антитела По результатам которых уже будет приниматься решение или отправлять призывника домой, или назад Или он дальше проходит мероприятие на областном сборном пункте Ну и также там тоже, значит, то есть это все проводится до еще их заезда в специальном помещении До заезда на областной сборный пункт И там уже тоже, конечно, свои такие же строгие меры безопасности Которые и, может, даже еще и построже Построже, да А если выясняется, что болен коронавирусом призывник, новобранец Что тогда? Какие меры предпринимаются? Где? На каком этапе? На любом На любом Ну, если здесь в городе, естественно, человек отправляется Ну, чтобы определить, он болен или не болен Это повышенная температура, правильно Я имею в виду по результатам теста, например Уже, когда проводят тест, провели выяснение Ну, если человек болен коронавирусом, значит, то, естественно, он находится на больничном И он уже не участвует в мероприятиях призыва Карантин предполагается какой-то для остановки призывников? Вы имеете в виду карантин на областном сборном пункте? Возможно Не здесь же у нас, правильно? Здесь-то он находится дома, если он болен А если он приезжает на областной сборный пункт, и у него выявляется вот этот, на антитела Он же еще не заехал на областной сборный пункт, он отправляется назад И все сопровождающие, скорее всего, тоже назад А если уже человек заболел, ну, ведь может такая вероятность, что тест показал, что у человека нет, а он на областном уже, у него появилась температура А вот тогда, уже если он попал на областной сборный пункт, там он будет отправляться в карантин со всеми последующими действиями медицинскими Еще одна тема уклонистая Как идет с ними борьба, борьба с этим явлением, да, удается ли все-таки эту статистику как-то поправить? Понятно Значит, по результатам весеннего призыва, из-за ограничений по коронавирусу, мы не могли разносить повестки Вот, учебные заведения тоже не работали И поэтому у нас образовалось 133, 130 человек примерно где-то, уклонистов То есть, средняя цифра, она из года в год примерно одна и та же, это 40 человек примерно Вот, то есть, от них людей мы находим, другие добавляются Вот, одни переходят, уходят в армию или еще что-то Но ни больше, ни меньше Да А в этом году, из-за вот коронавирусной, эта цифра выросла из-за 130, до 130 человек Если им положено явиться на мероприятие призыва, да, вот, и они не приходят При даже отсутствии, ну, то, что они не смогли, они получить повестку Вот, из-за вот этих всех санкций по коронавирусу, которые у нас были, да Он автоматически переходит в разряд уклонистов То есть, они, это люди не понимают, наши граждане, да То есть, они сидят и ждут повестку Если повестки нет, тут, как бы, вот, федеральный закон, они все это пока описывают А, то есть, человек может и не знать, что он уклонист, по идее Да, но он не знает, потому что он юридически, как бы, неграмотный, понимаете Как, не знание законов не освобождает от ответственности, так же и здесь Вот, человек сидел, я сижу дома, у меня ребята говорят, я жду повестки Ну, он сменил телефон, мы вот весной обзванили в основном по телефону Он сменил телефон, да, в адрес мы не можем, не могли тогда, потому что везде самоизоляция Везде запреты были Естественно, мы его не можем оповестить А он сидит дома, не идет, значит, он что у нас становится уклонистом Ну, в результате, значит, проведенных мероприятий Во взаимодействии с администрацией городского округа и Министерством внутренних дел Перу-Уральским отделом, значит, мы провели 8 рейдов по розыску ребят Которые уклоняются, не зная того или зная то, вот, по-весеннему И у нас уже цифра уклонистов на сегодняшний день со 130 упала до 40, ну, до обычных 40 То есть, они все получили повестки Или уже многие явились в военкоматные мероприятия, понимаете? А есть же, наверное, злостные, да, кто, ну, естественно, знает и уклоняется И тогда уже что, уголовная ответственность идет или штраф там? Есть граждане, длительно уклоняющиеся от призыва на военную службу То есть, более одного призыва и более, это уже длительно уклоняющиеся Ну, уголовная ответственность наступает только при определенных параметрах, к сожалению Которые очень трудно соблюсти Если эти параметры не соблюдены, то следственный комитет и ведомство, которое этим занимается Как бы отклоняет наши иски И она не наступает Это уголовная ответственность Вот еще о чем хотел спросить Можно ли говорить о том, что с каждым годом контрактников в армии становится все больше А военнослужащих по призыву все меньше Можно ли говорить, что армия переходит на такую узкоспециализированную, может быть, основу? Ну, конкретных цифр у меня нет на этот предмет Судя по телевидению, тоже, интернету Естественно, сейчас вооруженные силы стараются переходить на профессиональный уровень То есть, это, естественно, служба по контракту Что касается перворайцев, в каких войсках они будут служить в основном? Есть ли в этом списке элитные войска? Ну, как всегда у нас самый элитный род войск для призывников – это президентский полк Ну и по осени, как сложилась традиция, у нас всегда хотя бы один кандидат находится Вот, и в этом году, сейчас, вот у нас завтра призывная комиссия Будет призван на военную службу Кандидат от городского округа Перворайск У нас молодой человек, который будет направлен на службу в президентский полк Затем, значит, ну, наряд, как все года, во все рода и виды вооруженных сил Затем, какие еще у нас элитные подразделения, которые я предлагаю служить ребятам с высшим образованием Понятно, люди уже отучились там много лет, им 23-24 года Уже как бы считают себя старыми и не хочется уже в армию идти, да Вот, у нас сейчас есть такое понятие, как научная рота Научная рота – это туда отбираться молодые люди с высшим образованием Имеющие средний балл по диплому не ниже 4,5 балла И там есть список специальностей, которые имеют приоритет Вот, ну, то есть там юристы, естественно, научной роте не нужны Это в основном нанотехнологии, информационные системы, медицина Вот, и в течение службы по призыву в этих специальных центрах у нас Они созданы по стране, вот, я знаю, на берегу Черного моря, в Санкт-Петербурге Еще где-то они есть у нас Вот, они решают какой-то узкоспециализированной задачи По результатам которых, я так понимаю, делается вывод о их, как бы, компетентности И их желании дальше продолжать службу уже по контракту В качестве офицеров в этих научных ротах Вот, то есть или они уже через год возвращаются домой Или подписывают контракт уже в качестве офицера Вот, ну, вот, в общем-то, это сейчас самые, одни из элитных, как бы, вооружений Еще неплохая специальность, которую могут ребята овладеть высшим образованием Это специалист по защите государственной тайны Вот, потому что эта специальность востребована во многих силовых структурах И ребята у нас направляются в Краснодарское высшее военное училище Где они проходят, значит, обучение 3-4 месяца А потом распределяются по всем воинским частям на территории нашей необъятной родины И уже в качестве вот этого специалиста они продолжают службу И потом они после окончания армии могут, имеют большой выбор, как бы, вот, возможности Помимо своей, там, специальности какая-то у них есть своя Вот, служить по этой специальности уже в силовых структурах Где есть отношения каким-либо образом связаны с защитой государственной тайны Ну, то есть эти знания могут пригодиться Хорошо, спасибо вам за беседу Спасибо телезрителям за то, что вы сегодня были с нами Будьте здоровы, берегите себя Всего доброго и до встречи Редактор субтитров А.Семкин